Девушки отдыхают Пеппа не попала по мячу Пеппа и Сюзи нравятся играть в теннис А вот Джорджу с ними скучно Ой, прости, Джордж Тебе с нами нельзя Ракетки ведь всего две Я знаю Джордж может носить мяч Да, это очень важное дело Джорджу все же нашлось дело Он будет носить мяч, если тот залетел далеко Лови, Сюзи Ой, улетел Джордж Спасибо, Джордж Ой, Джордж Спасибо, Джордж Джордж Папа, а в коробке есть еще инструменты? Только рожок Можно мне? Нужно дуть изо всех сил Это неправильный звук Это невозможно Кажется, раньше у меня получалось Нет, это совсем неправильный звук Для этого нужен кто-нибудь большой и сильный, как я Этот звук тоже неправильный Пеппа права На нем невозможно играть Ничего, папа-свин У тебя есть аккордеон Ты прекрасно играешь Да, я неплохо играю Даже я сам это понимаю А я поиграю на скрипке А я на барабане Мама-свинка играет на скрипке Папа-свин играет на аккордеон Пеппа играет на барабане А на чем же играть Джорджу? Джордж дует в рожок Мама не смогла играть И папа тоже не смог Даже я не смогла играть А Джордж может Мороженое В жаркие дни Мисс Крольчиха продает мороженое Мама-папа А можно нам с Джорджем мороженого? Можно Ведь сегодня особенно жаркий день Ура! Купите для меня тоже Все любят мороженое Привет, мама-свинка Пеппа и Джордж Привет, мисс Крольчиха Какое мороженое вы будете? Можно мне один рожок, мисс Крольчиха? Ну, конечно, Пеппа Спасибо Мне и папе-свину тоже порошку Ну, а что же будет наш маленький Джордж? Динозавр Динозавра? Глупый Джордж Он всегда про все говорит Динозавр Ну, тебе очень повезло У меня есть мороженое в форме динозавра Вот, держи Динозавр Джордж, ешь мороженое, не то растает Динозавр Джорджу так нравится его мороженый динозавр, что он не хочет его есть Спасибо, мисс Крольчиха Всего хорошего! Джордж, ты должен съесть мороженое, пока оно не растаяло и... Не упало Ну вот, мороженое Джорджа растаяло и упало на землю Ничего, Джордж Можешь попробовать папина мороженое Он не будет возражать Сегодня так жарко, что папа-свин даже уснул Папе-свину очень жарко Давайте обрызгаем папу, чтобы охладить его Правильно, Пеппа Что случилось? Ты был весь красный от жары, папа-свин Вот мы тебя и охладили О, ясно Спасибо, Пеппа Я что-то нашел Это наша капсула времени Ура! Мне не терпится открыть Отойдите, дети Да, мадам господин Что у нас тут? О, старый журнал Это мой любимый журнал Игрушка Моя любимая игрушка Музыка Моя любимая пластинка И старая морковка Это моя Хороший выбор, мама И видеозапись ваших мам и пап в детстве О! Кто этот поросенок в очках? Это папа-свин О, а это я Привет, будущее! Какой у тебя тоненький голосок Вы, наверное, живете на Луне Глупенький папа Делать капсулы времени весело А находить их еще веселее Бабушка лежит дома Кто это к ней пришел? Я страшный серый волк Молодчина, Денни! Ай-яй-яй Денни забыл свои слова Бабушка Полезай в шкаф А ну, иди в шкаф Страшный серый волк Сам притворился бабушкой Я маленькая красная шапочка Я хочу Навестить бабушку Браво, Пепа! Папа, фотографировать нельзя Ой, прости, Пепа Продолжай Я иду в гости к своей бабушке Ой, ты не похож на мою бабушку Какие у тебя большие глазки Какие большие зубки Ты не бабушка Это страшный серый волк О-о-о На помощь, на помощь! Смотрите-ка, кто здесь Как раз вовремя Педро Охотник На помощь, на помощь Как раз вовремя Педро Охотник Педро чуть-чуть стесняется Педро, хочешь, я пойду с тобой? Да, я хочу Ты очень нехороший волк Я спас тебя, бабушка Ура! Ура! Спасибо! Браво! 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 Молодцы! 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 Браво! Отлично играл Почти так же хорошо, как я Раз, два, вперёд! Ты начал раньше А ну-ка догони меня, морской свин Морской пёс Ну что, быстрей не можешь? Не догонишь? Ха-ха-ха! Я выиграл! Ну вот, у дедушки свина кончилось топливо Браво, браво, капитан дедушка Наверное, мы плыли слишком быстро Как же нам вернуться домой? Смотрите, вот дедушка пёс Дедушка пёс, сможешь нас отбуксировать? Я не хочу, чтобы меня буксировал морской пёс Я не предлагал буксировать морского свина Вы когда-нибудь повзрослеете? Дедушка, извинись перед дедушкой псом Я прошу прощения, что назвал тебя морским псом Дедушка, извинись перед дедушкой свином Извини, что обозвал тебя морским свином То-то же, дедушка пёс Вы не могли бы отбуксировать нас домой? С большим удовольствием, мадам Лови-ка, капитан Поймал, шкипер Дедушка свина и дедушка пёс Лучшие друзья Дедушка пёс буксирует корабль дедушки свина домой Это мой новый кукольный театр Его сделал мой папа Ух ты! У меня уже есть две куклы Вот эту зовут Хлоя Привет, я свинка Хлоя А вот это мой папа Дядя свин Привет, Пепа Я твой дядя свин Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да Хлоя рисует кукле глаза Я нарисую рот Ладно Меня зовут Пепа Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр Динозавр Джордж всегда про всё говорит динозавр Ладно Страшная кукла-динозавр Хлоя делает Джорджу куклу динозавра Ему нужны острые зубы Вот, страшный динозавр Ну а теперь эстафета Каждый должен выбрать кого-то из родителей Пепа, меня, меня Но, папа, ты же плохо бегаешь В детстве я был прекрасным бегуном Но теперь у тебя большой живот Но я могу достать до ног Почти Ладно, папа, но беги очень-очень быстро Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Мама и папа бегут первыми, а потом передают палочки детям Мама и папы, на старт! Внимание! Марш! ПАПА Беги Папа свин впереди всех Папа-свин впереди всех Папа! И победила Эмили Слоненок! Ура! О, нет, горка высоковата для Джорджа. Не бойся, Джордж, я седу вместе с тобой. Ты слишком большой, чтобы ехать с горки. Что за глупости, Пеппа? Я не слишком большой. Разойдись! На старт! Внимание! Парш! Папа-свинь застрял. Это не смешно. Нет, это очень смешно, Папа. Ну, может быть, немножечко смешно. Сейчас мы тебя столкнем. Ха-ха-ха-ха! Папа в живот совсем как батут! Папа-свинь! Джорджу нравится прыгать на папином животе. Джордж совсем не боится высоты. Можно нам попрыгать с трамплина? Нет, нет, Пеппа. Трамплин только для взрослых. Не вешайте нос. Посмотрите, как я прыгаю. Глупенький, у тебя слишком большой живот. Ерунда. В детстве мне дали приз за ныряние. Но это было так давно, папа-свин. К счастью, я всегда поддерживал форму. Подержи-ка мои очки, мама-свинка. Вам будет лучше видно меня сбоку. Только не обрызгай всех нас, папа. Ну что ты, брызг не будет, Пеппа. Думаю, мне нужен трамплин повыше. Только осторожней, папа-свин. Да, не обрызгай нас, папа. Не бойся, Пеппа. Не обрызгай нас водой, папа. Я же говорил, брызг не будет. Амница. Молодец, папа-свин. Полотенце мне не нужно. У меня свой способ сушиться. Папа-свин обрызгал всех водой. Папа-свин. Прошу прощения. Сегодня у нас новый ученик. Эмили Слоненок. Привет, Эмили. Привет. Эмили немного стесняется. Кто покажет Эмили, где вешать куртку? Я, я, я. Кто-то один. Пеппа, покажи Эмили, где вешать куртку. Да, мадам Газель. У каждого есть свой крючок. Этот будет твоим, Эмили. Эмили вешает куртку на собственный крючок. Ну, Эмили, что ты хочешь делать? Рисовать, лепить или строить? Я не знаю. Может быть, строить? А остальные рисовать, лепить или строить? Строить! Сегодня все хотят кубики. Все хотят сидеть с Эмили Слоненком. Эмили, нужно ставить кубики друг на друга. Вот так. Лучше ставить кубики рядышком. Нет, вот так, Эмили. Правильно так, Эмили. Нет, Эмили, вот так. Вы все хотите помочь. Но, Эмили, как ты сама хочешь строить? Я не знаю. Может быть, вот так? Ух ты! Эмили Слоненок здорово умеет строить. Чудный солнечный денек. Папа и Джордж устроили пикник. Это апельсиновый сок, Мишка. Что ты сказал? Большое спасибо, Пята. Пожалуйста, Мишка. А вот и твой сок, динозаврик. А что ты сказал? Пожалуйста, динозаврик. Мишка с динозавриком хотят печенья? Мы не очень голодны. Пусть печенье едят Пепа и Джордж. Спасибо, Мишка. Что это за странный звук? Пепа, Джордж, скорей идите в дом. Мама, мы слышали грохот. Это гром, Пепа. Это значит, будет гроза и сильный дождь. Скорей бегите в дом, пока дождя нет. Хе-хе-хе, бояться нечего. Дождь еще далеко-далеко. Небо становится все темнее. Скоро начнется гроза. Пепа, Джордж, вы принесли игрушки из сада? Динозавр. Хорошо, динозаврик здесь. Мишка, я забыла Мишку в саду. Он промокнет. Не бойся, Пепа. Папа-свин спасет Мишку. Беги скорей, папа-свин. Дождь вот-вот начнется. Я знаю о грозе все. Дождь будет нескоро. Я так и думал. У меня еще полно времени. Здравствуйте. Как мило. Добро пожаловать на урок балета, дорогая Пепа. Я приеду забрать тебя. Пока. Не скучай. Дети, у нас новая ученица. Свинка Пепа. Все, Пепа, беги к друзьям. Всем привет. Привет, Пепа. Начнем с Демиплие. Деми-плие. Теперь маленький прыжок. Петежите. Легко и изящно. Петежите. Легко и изящно. Урок балета – это очень весело. Поднимите руки. Легко и изящно. Представьте, что вы прекрасные лебеди. Как вы думаете, какие звуки издают лебеди? Мама-свинка работает за компьютером. Привет, Пепа. Привет, Джордж. Прошу прощения. Пепа, я сказала привет. Я не Пепа. Я мама-свинка. Ах да, конечно. Привет, мама-свинка. Привет. А это папа-свин. Джордж. Привет-привет, папа-свин. Простите, у меня полным-полно дел. Алло. О, да-да. Нет. Спасибо. До свидания. Пепа нравится играть в маму-свинку. А Джорджу немного скучновато. Прости, папа-свин. Я почти всё. Вот, готово. Пойдём, папа-свин. Тебе нужно работать. Пока, мама-свинка и папа-свин. Пока. Папа-свин работает в саду. Привет, Пепа. Привет, Джордж. Я не Пепа. Я мама-свинка. А это папа-свин. Папа-свин пришёл работать. Какой ты молодец, папа-свин. Будь осторожен, яма глубокая. Надеюсь, ты не испачкаешь свой красивый костюм, папа-свин. Дети, дети, внимание, пожалуйста. Проверим, все ли здесь. Пепа и Джордж. Здесь. Ребекка и Кролик Ричард. Здесь. Овечка Сюзи. Здесь. Зебра Зоя. Здесь. Щенок Дэнни. Здесь. Эмили Слонёнок. Здесь. Пони Педро. Пони Педро не пришёл. Мы опоздали. Педро, ты чуть всё не пропустил. Простите, мадам Газель. Ничего, ты всё-таки успел. Все в автобус. Ведёт автобус и миссис Кролчи. Полный вперёд. До встречи. До встречи. Дети. Внимание, пожалуйста. Сегодня мы отправимся с вами в горы. Ура! Представление вот-вот начнётся. Привет. Меня зовут Хлоя. Да, я Пепа. Это динозавр. Страшный динозавр. Ух ты, просто здорово. Браво. А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пепа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин, а теперь ты заснёшь и будешь храпеть, как всегда? О чём это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. О, Папа Свин, не надо было так говорить про дядю Свин. Думаю, что Папа Свин и Дядя Свин вас не слышат. Дядя Свин и Папа Свин крепко уснули. Дядя Свин, ты хочешь поиграть на улице? Да, хочу. Кто покажет Эмили, где мы играем? Я мадам Газель. На переменке Пепа и её друзья играют в саду. Не поймаешь? Сколько шума. Давайте кто громче. Давай. Чур я первая. Сквик, сквик. Это было громко. Теперь зебра Зоя. Теперь овца Сьюзи. Щенок Дэнни. Очень-очень громко. Теперь я. И я. А я. Пепа громче всех. Эй, а ты? Я не уверена. Да ладно, я уверен. Ладно, попробую. Вот это да. Как громко. Ого. Можешь ещё. Эмили больше не стесняется. Вот почтовый ящик. А вот Дэнни, Сьюзи, Педро, Ребекка и Эмили. Они кладут письма в ящик. А вот и Пепа со своим письмом. Вот. И что теперь? Всем привет. Привет, Пепа. Ты получила письмо про день рождения? Да. И написала тебе ответ. О, здорово. Ну и ну. Сколько тут писем? А вот это от меня. Оно очень-очень важное. Раз оно для меня, можно открыть сейчас? Оно тебе, Зоя. Но сначала его нужно доставить. Так работает почта. О. Сегодня у нас полным-полно писем. Нужно торопиться. А можно нам с Джорджем с вами? Залезайте, Пепа и Джордж. До встречи. Пепа и Джордж помогают мистеру Зебре развозить письма. Это дом мистера Зебры. Это письмо адресовано Зебре Зое. Это Зебре Зое. Зебре Зое. Зебре Зое. Зебре Зое. Все письма для Зои. Это мое письмо. Можно я сама? Ну, конечно. Пепе нравится доставлять письма. Мама, смотри. Все эти письма мне. Вот это да. Прочитай их, мама. Милая Зоя. С радостью приду к тебе, щенок Денни. Овечка Сьюзи тоже придет. И Ребека, Педра, Эмили, Кэнди. Все придут на день рождения. А это письмо от меня. Тут сказано, мы к тебе придем. Целуем тебя, Пеппа и Джордж. Все пришли на день рождения Зои. С днем рождения Зои. С днем рождения. Сколько подарков. Нужно опять написать всем письма, Зоя. О, и кто же будет разносить все эти письма? Ты, папочка. А я помогу. С днем рождения. С днем рождения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»